В Ивановский детский сад номер 10 приехала лаборатория безопасности. Это целый мобильный комплекс, в котором есть все необходимое, чтобы изучать и повторять правила поведения на дороге. Занятия с воспитанниками провели инспектор отделения пропаганды областного ГИБДД. Ребята повторили, что нельзя кататься с горок вблизи проезжей части, что переходить можно только на зеленый. И самое главное, осторожным и внимательным нужно быть каждый день и в будни, и в праздники. Надо всегда смотреть налево, направо, а потом дойти до середины, направо, налево. Что нужно все время одевать на себя защиту, когда будешь кататься на велосипеде. В 2018 году на дорогах области в авариях пострадали порядка 200 несовершеннолетних. Трое погибли. В большинстве случаев травмы получают дети-пассажиры. Родители перевозят их либо без специальных удерживающих устройств, либо вовсе не пристегивают. В ряде случаев дети страдают в качестве пешеходов. Причем половина из этих происшествий случается на пешеходных переходах, регулируемых и нерегулируемых. Соответственно, здесь есть такой фактор, как ДТП, случившийся по неосторожности самого ребенка, когда он не убедился в безопасности. Зачастую дети выбегают на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, либо из-за кустов, не убеждаются в том, что машина их действительно пропускает. И, соответственно, другая часть ДТП происходит по вине водителей, которые не уступают дорогу ребенку, находящимся на проезжей части. Ну а к детям, которые правила знают и соблюдают, в преддверии Нового года непременно приходит Дед Мороз. Воспитанники детского сада получили от зимнего волшебника полезные подарки – световозвращающие брелки. Елена Былова, Денис Денисов, РТВ Иванов.